Я хочу выразить благодарность организационному комитету, который пригласил нас и дал возможность познакомиться с вашим прекрасным городом, с ученым миром Азербайджана, а также мы имеем впервые возможность предоставить и подготовить вас с работами, которые проводятся в Киевском национальном университете, это Украина. Киевском национальном университете, вот вы видите, это ваш главный корпус, очень знаменитый университет, он сейчас входит в топ-500 университетов по рейтингу US, международной рейтинги. Тема моей работы, я буду, как бы сейчас не имею практики предоставления, не подавлено на русском языке, то есть если буду выполнять слова, я прошу извинения сразу, как украинский, сейчас английский практикурую. Значит, эта тема работы, она связана с поиском новых путей лечения рака. Сейчас именно эта тема, она в топе всех научных исследований во всем мире. В последнее время именно взгляд ученых сфокусирован на создании нано-композитов. Почему нано-композитов? Потому что именно такой подход позволяет уменьшить разрушительный эффект на здоровые клетки, а также позволяет целенаправленно доставлять лекарственные препараты именно в области опытовой клетки. Известно, что в литературе вот сейчас наиболее дискутируются вопросы доставки лекарственных препаратов с использованием линейных, подраспоримых, безобиосовместимых полимеров. Но работы, которые проводятся на нашей камере уже в протяжении 20 лет, показали, что наиболее эффективными могут быть именно различные полимеры, структуру которых можно регулировать еще в процессе синтеза. Если мы регулируем структуру полимеров, мы часто можем регулировать и их свойства и поведение раствора. И именно вот такие системы, как было показано нами, они очень эффективны для создания нано-композитов. Почему? Потому что разрезенные полимеры, они более жесткие структуры в растворе, то есть они подвержены, менее подвержены информационным изменениям в растворе, и они лучше стабилизируют калорийные системы или нано-системы. То есть эти системы, они могут быть более перспективны для доставки лекарственных препаратов именно живых организмов. Значит, мой доклад был построен таким образом. К сожалению, я очень коротко вам как бы блоково расскажу, если будут какие-то вопросы, потом мы обсудим в кулуарах, потому что за время, которое предоставлено, невозможно детально рассказать всю всей работе. Значит, я очень коротко остановлюсь на полимерах, которые мы синтезируем сейчас. То есть как мы синтезируем, как мы их характеризуем и для чего же полимеры могут использоваться. Следующий блок будет, это как мы синтезируем наносистемы, а именно наносеребро, нано-золото именно на этих полимерных матрицах. И как мы делаем гибридные полимерные системы, когда мы еще эту матрицу, кроме наночастиц, носим еще и противораковый препарат. И последний блок, это будут исследования, которые мы проводим с биологами, это ИНРИВА и ИНВИРА. У нас есть в Киеве институт рака, то есть мы проводим институте рака, институте молекулярной биологии и генетики. Итак, наша группа синтезирует водорастворимые звездоподобные полимеры, которые имеют декстрановое ядро разной величины и приведутые в полиэтиламидные цепи. Эти полимеры мы также гидролизуем, то есть мы частично в полиэтиламидные цепи превращаем в полиэтиламид, в полиэтиламид, в полиэтиламид, в полиэтиловая кислота. Что нам это дает? Во-первых, такие системы очень тяжело характеризовать. Благодаря тому, что у нас есть уже сотрудничество в 20 лет с французскими институтами, мы имеем доступ к самому современному оборудованию. И то, что я представляю молекулярные характеристики, это отвечает действительностью, потому что мы повторяем, что радовыми ветками это подтверждило. Особенность этого синтеза в том, что синтез проводится радикальной полимеризацией при полной температуре с использованием инициатора цели аммонийных рад. И вы видите, что мы, особенностью нашего хао, что мы можем сейчас синтезировать полимеры, у которых очень узкое молекулярно-массовое распределение, как для радикальной полимеризации. Также мы показали, что мы имеем только гомополимер, то есть никакого гомополимера у нас нет. То есть и вот эти вот параметры, это параметры, которые отвечают параметрам материалов массы, это молекулярная масса 1 метр. Также что интересно для этих систем? Мы посчитали вот этот парамет, это параметры компактности. Что интересно, если мы меняем расстояние между прививками, то есть это звезда, язык с радовое ядро, и мы меняем расстояние между прививками. Также если мы прививаем гибко-сыпной полимер полиэтиламид, но меняя расстояние между прививками, мы меняем конформацию этих полимерных цепей. Потому что они не хотели свернуться в клубок, а они не могут изо-симмерческих препарствий. И вот видите, вот здесь вот и показано, на этой схеме, что если расстояние между прививками у нас большое, у нас живоподобная конформация привитых цепей. Если мы уменьшаем расстояние между прививками, мы получаем червякообразную конформацию привитых цепей. Если мы получаем полиэлектролит, мы получаем статически ежа в растое. Вот это как разница в этих полимерах такая есть. И если мы меняем расстояние, то у нас увеличивается компактность мукромолекулы. Компактность привлечена, чем меньше это значение, привлечет компактность. Это первый из полимеров, который мы синтезируем. Сейчас мы начали работать, буквально в последний год, мы синтезируем тоже звездообразные полимеры. Здесь встанавливаем ядро разной молекулярной массы, но эти полимеры имеют белитые кипамовские цепи. Что такое кипам? Известно из литературы, что кипам — это полимер полиизопилопилометр. Он интересен тем, что этот полимер имеет конкурционный переход при 32 градусах. И сейчас все геологи начинают этот полимер раскручивать. Почему? Потому что перед 32 градусах полимер из абсолютно гидрофобного начинает быть частично гидрофобным. То есть идея в том, что если подсчитает полимер переход глубокого глобула, мы можем какие-то гидрофильные вещи, которые мы закапсулировали в мукромолекулы, порционно освобождать полиное русло. Такая основная идея. Наша была идея в чём? 32 градуса для гидрофильного полимера. Это как бы температура физиологическая, но хотелось бы повышенную. То есть наша была идея такая. Можем ли мы сделать привитойся полимер и поиграться, можем ли мы сдвинуть температуру перехода в более высокую полность. Но здесь вот на картинке показано, что происходит с полимером при повышении температуры. При том, что функциональный переход есть абсолютно реверсивный, обратный. Есть обратный, обратный этот переход. И вот здесь только представлено два полимера, которые посинтезировали. Значит, эта звезда на очень маленьком дегстране. Дегстран 6 тысяч, прияты мы с 15 кимпамовскими цепями. И дегстран 70 тысяч, большее ядро с кимпамом 15 тысяч. То есть мы просто поменяли то же расстояние между прививками. Что интересно, эти полимеры мы исследовали методом динамического светорассеяния. И показали, что именно прививка на дегстран, то есть изменение конформации цепи пимпамовской от линейной привитой, мы можем сдвигать температуру перехода, вот здесь вот показанная температура конформационного перехода. Вот для этого полимера 33,4. Сейчас у нас уже есть полимер, в котором температура перехода приблизилась к 36 градусам. То есть это в принципе и работа будущего, и это все 13-я структура еще провод и грацина. Следующий блок, это вот мы пытаемся синтезировать вот в этих представленных полимерах наносистемы. Мы синтезируем разные наносистемы. У нас есть нано-кадми-эсн, синтезированные системы, золото-кадми-эсн. Эту систему могут использоваться как маркеры в медицине. Но сегодня я буду рассказывать только за нано-золото и за нано-серебро. Вот в верхнем ряду, это вы видите нано-серебро синтезированное в неионной полимерной звездообразной матрице. Это нано-серебро синтезированное ионной звездообразной полимерной матрице. А в левую, это вы видите синтезированное нано-золото. Значит, чем отличаются эти полимерные матрицы? Значит, в ионной полимерной матрице мы можем синтезировать нанослебро размером 10-20 миллиметров, это доказано, рассчитано, это исследования были методом ДЛС, методом трансмиссионно-регионной методоскопии, рассчитана вся статистика, а в ионном полимере у нас есть два пипочастиц, есть наночастиц размером до 5 миллиметров и размером 10-20 миллиметров. Значит, как мы синтезировали сначала частицы, поскольку сейчас такой бум, это зеленая химия, мы пытались все-таки использовать все зеленые методы для того, чтобы уменьшить количество реактивов, побочных всяких реаленков, уже синтезированных золи, так как потом эти золи будут использованы в медицинских целях. Мы пробовали разные восстановители, глюкозу, скобиновую тислоту, водородка, но все эти системы получались, они были стабильны, но мы видим, что у нас поле дисперсия была жуткая. А для медицинских целях очень важно, то есть работает только определенный размер, то есть 10-20 нм, иногда надо именно 5 нм, а если мы уже делаем большую экспертность и уходим в область больших размеров, система пристает работать. Поэтому мы остановились на установителе гор-гидрид, где мы получили именно то, что мы такили. Система была абсолютно аналогичная, была дисперсия 10-20 нм, причем эти системы у нас стояли под 2 года и были стабильны, то есть мы этого времени проводили изменения, то есть знаная система ничего не происходила именно в этом поле. Также мы проводили исследование, пробовали синтезировать, что тоже классическую поликеламидию, например, или в линейном гидрализованном поликеламидии. Очень интересно, что эти системы менее стабильны, потому что линейный полимер, он более способен к информационным изменениям. Только одна частица приближается к другой, начинается баланс и у нас запроса. Так, значит, поскольку вот эти системы мы синтезировали и в… то, что я говорил, что тут звездобранный текстрал поликеламид, 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 поликеламид. Но это полимер, который при изменении температуры физически не меняется не вставка с агромации. То есть если мы для биомедицинских исследований будем это использовать, то есть мы можем туда еще что-то вести, выводим в организм человека, температура в связи с тем градусом с системой ничего не происходит. Вопрос был с системой безградных Непанк, у которой есть конформационный переход в области физиологической температуры. То есть если мы синцезируем к 25 градусам наночастицы золота или серебро, а потом мы вносим вот эту систему в организм, температура повышается до 30 градусов, конформационный переход с полимером, вопрос, а что происходит? Если размер частицы меняется, значит все, то есть мы на ложном пути, мы ничего не можем дальше сделать. Исследования проводились методом для ННС в широкой области температур и было показано, что в наносистеме мы имеем 4 вида нанообъектов. Один – это свободные наночастицы, которые плавают между макромолекулами Дельцеран и Непанк. Второй нанообъект – это наночастицы, которые есть внутри, вот именно внутри макромолекулы Дельцеран и Непанк. Третье – наночастицы С – это когда мы уже перешли в область конформационного перехода, когда молекулы стрелочков полигидрофобные, у нас начинается частичная облигация, то есть это молекулы. Но самый главный был вывод, что при нагревании, при охлаждении размер индивидуальных наночастиц, как будто 10 мм, применяется. То есть мы систему греем 10 мм, мы систему охлаждаем, то есть полимер играет, есть конформационный переход, но размер наночастиц не изменяется. То есть это вывод очень важный, потому что получилось, что мы на правильной пути. Ну вот это как бы подтверждает наше исследование. Один – я могу сказать, что чем отличается система, которая просто в КИМПАМ без монозолота, в КИМПАМ, которая содержит золотые частицы, просто вот эта система, конформационный переход, он в той же температуре, но он будет выражать мнение. Это вот система с золотом, а это чистый КИМПАМ. Это единственная разница в этих системах. То есть если внутри молекулы уже есть золотые частицы, эта система ей тяжелее переходить, менять конформацию в области конформационного перехода. И вот сейчас наиболее интересная часть, это часть, которую мы делали с биологами. Это часть, которую делали в институте молекулярной биологии и генетики. Значит, мы в наш полимер, декстран, полиахмел, агнис, вистообразный, который уже был частично гидролизован, то есть он лучше всего был результат. То есть я получал самые хорошие результаты, не все что делали, а самые вынужденные. Значит, мы погружали цисплатином. Циспластин – это известно, это вещество, которое сейчас используется для противораковой терапии, но это жуткое токсическое вещество, которое, если мы его вводим, оно убивает все – и больные клетки, и здоровые клетки. Поэтому как бы искали выход, как делать так, чтобы здоровые клетки защитить, а поражать только больные клетки. Цисплатин мы вводили в наш полимер, причем это была работа такая, что мы точно знали, какое количество ввести, чтобы полимер взял весь, там комплексом разводится, чтобы проверял все, сколько может взять полимерный семинар цисплатина, и потом уже вот этот комплекс, полимер с цисплатином вводился в клетки. Вот тут тоже показано, что наш полимер, вот это клетки, макрофаги, мышиные макрофаги, это третья картинка, это показано, что когда просто макрофаги могут элементарно поглощать наш полимер, потому что размер самого полимера до 100 нанометров. Макрофаги очень легко поглощают такие объекты до 100 нанометров, причем они считают, что это биообъект, там есть лишь два группы, СО, то есть это фактическая кабелковая молекула. И фактически стопроцентное выживание ответов, если мы не вводим туда ничего токсичного. Вот нижний гагик, это уже показывает та-ка система, но это мы уже воздействовали нано-композитом, это разное количество концентраций нано-композитом, которые вводила клетка. То есть мы можем в данном случае убить практически до 90% раковых клеток, причем обычно, как у меня биологи рассказывали, что клетки, которые нано-композит, они очень агрессивные, вот они макрофаги, то есть они пожирают все насильно. То есть в этом случае это было на ликозной клетках сделано, то есть макрофаг, если это уже больная клетка, она пожирает вот этот вот нано-композит, а здоровая клетка, она не может есть по повышению. То есть в этом случае мы снижаем, как бы, вот этот токсический эффект для здоровых клеток. Но эта работа дальше продолжается сейчас. Мы сейчас будем переходить на эксперимент номер шаг. Также мы проводили эксперименты на раковый клет, как разной природы, и было показано, что эффективность препарата зависит от типа клеток. Почему это происходит? Это сейчас как бы дают ответ биологи, пока еще не знают, но они думают, что это именно клетки линфомы и клетки ликемии, это связано с проницаемостью, основностью проницаемости лекарственного нано-композита через слеточный меморал. То есть она более гидрофобная, менее гидрофобная, то есть это вопрос, на который сейчас еще пытаюсь ответить бронгин, но все равно мы видим, что эффект есть. Очень эффективные, получается, препараты для гликозных клеток, немножко менее эффективные для клеток лимфомы, но все равно мы видим, что эффект есть. Далее мы пробовали, поскольку сейчас нано-бум такой нано в мире, и известно, что нано-серебро и нано-золото – это два металла, которые сейчас пытаются очень человеку применять в медицине, говорят, что даже в те, что нано-серебро может заменять эти биосики, потому что нет привыкания абсолютно у 600 агрессивных нано-серебро. Нано-золото используется в косметологии, а также в фотодинамической терапии. Вот мы пытались сделать тройной комплекс, сделать комплекс, значит, наш полимер, цистлотин, и ввести еще нано-серебро и нано-золото. Но другой момент, что, в принципе, эти системы также могут быть перспективными для использования, если мы будем вводить лекарственные инфектора, а потом будет облучение определенной длинной волны. Потому что, в этом случае, лекарство может вызывать уже гипертермин. То есть, у нас будет и химическое воздействие на клетку, а также будет местный разогрев, и клетка вытрапывая погибать. Но это, как бы, тоже следующий этап работы, который мы еще вот работаем в этом направлении. А сейчас это самая интересная часть работы, которая у нас практически на стадии доклинических исследований. То есть, это уже исследования, которые были проведены и нарушалки. Очень хороший результат. У нас есть факт испытаний и рекомендован препарат в клинических исследованиях. Что такое фотодинамическая терапия? Наверное, все знают, нет? Это метод, который сейчас один считается, как бы, из топ метода в Европе. Почему? Потому что этот метод, он наименее инвазивный. Метод, который практически не дает никаких побочных эффектов. Значит, суть его в чем? Вводится к организму человека фотосенсибилизатор. Фотосенсибилизатор – это вещество, которое становится активным только под воздействием света. Обычно это красный лазер, ну или даже, если вы ходите по солнышкам, то есть вы можете и активизировать это вещество. При воздействии света, да, фотосенсибилизатор, воздействуя с кислородом, который есть в клетках, в организме, и выделяется инвесторный кислород, который окисляет раковую клетку, крепко проникает. Но проблема в том, что фотосенсибилизаторы, при введении их в кровь, они начинают аллигировать. И только они начинают аллигировать, активность понижается катастрофически. Вот поэтому сейчас ищут пути, как все-таки сохранить это свойство с фотосенсибилизатором, чтобы фотосенсибилизатор работать. Один из них – это внесение фотосенсибилизатора в поливерную матрицу. И плюс еще в поливерной матрице должно быть надо золото определенного размера. И вот именно эта система, как показала, она очень эффективна. Я вам сейчас покажу. Вот мы сертифицировали наносистему, в которой был наш полимер, было нано золото, а так же мы вводили фотосенсибилизатор с хлорин Е6. Вот сейчас используется все в ней, но я вам ее показываю. И вот мы видим, какой он натурой результат. Если просто в клетку вводили чистый хлорин Е6, вот видите, мы вводили около 50% клеток. Если мы вводили нано-композит, который нами заряжен на полимере, нано-композит это что? Это наш полимер, нано-золото и егло-лит. Мы очень незначительно повысили количество умерших клеток. Но если мы делали нано-композит на заряженном полимере, видите, мы практически убиваем 95% раковых клеток. Меолог, они, наверное, впервые получили вот такой вот результат. Потому что обычно, как бы, ну что, сейчас исследование проводит результат, или где-то вот так, как он настраивает эта вот полуночка, где-то где-то в уровне 50-60 и дальше минимум. Здесь получил практический диалог. Вот. И после вот этого исследования проводили исследование на мышах. То есть мы сам в хвостовую вену водили чистый нехлорин, водили, значит, контролика ничего не водили, водили чистый нехлорин и водили нано-композит, вот этот, который учился его сработать. И потом мерили, через несколько, через некоторое время мерили объем вот этой вот опуски. И вот вы видите, этой вот мышки привели на лапку по второму Льюис. Вот это вот раковая, раковые клетки, которые привели две мышки, вот это у нее опухоль. И вот этот график, который первый, он показал, что облучали только, ну его это первый день, облучили вот эту вот мышку и потом смотрели, как менялся объем опухоли на третий, шестой и десятый день. И вот мы видим, что только при единичном облучении, вот, на десятый день, вот если это вот обработано, был виден нано-композит, то есть у нас опухоль была намного меньше. Вот на нижнем рисунке нарисована мышка, у которой было три сеанса. И мы фактически избавились от опухоли. Вот, то есть вот эти исследования сейчас, у нас есть акт-испитальный, и вот этот именно композит определенного состава, он рекомендован по клиническим испытаниям, в институте экспериментальной онтологии и клини. Вот. Ну, в принципе, это все, что я вам сказала. Особенно, я думаю, что я сделала по ходу работы. Я только хочу вам сейчас представить команду людей, которые со мной работают. Вот это все полимеры противодованы благодаря возможностям, которые дал мой профессор РИЗО. Это Стразбургский институт Шарля Садрона, потому что мы в Украине, как говорят, и у вас сейчас доступно супермодернованные оборудования у нас, к сожалению, проблемы с этим. Также я хочу поблагодарить доктора биологических наук и его научную группу, которые проводили эксперименты с испортином. Также вот работа, которая смешала, вы видели, кото-динамическая терапия, это, у ИСОК этой работы стоял профессор Гамалея, это очень известный человек. К сожалению, в прошлом году он у нас покинул. То есть вещь самая память. А сейчас мы работаем с академиком Чекунов, который его ученик, который продолжает вот эти работы. Ну и все. Спасибо. Спасибо. У кого вопросы? Да? Спасибо вам, как интересно. Так, ладно, я отменусь сюда. Но меня интересует, как если вы... А, значит, твир пока осуществляется. Мы берем... Твирку можно делать на разные молекулы, у которых есть ОАЖУ. Мы выбираем, поскольку мы работаем для геологии, для биологии, мы выбираем декстрал, поскольку декстрал это природный полимер. Декстралы очень много ОАЖУ. Значит, мы вводим... Декстрал насторяется в воде. Декстрал... их выпускается... Должна быть среда, должна быть инертная. То есть, вот длительное время, это, чем видите, то получается, выпускается аргон. Мы должны убрать весь кислород из аспора. После этого вводится рассчитанное количество серий эмоний нитрата. То есть, это вещество, которое серий образует в комплекс ОАЖ-группы сначала. Вот. Потом этот комплекс через 10 минут распадается, и на месте вот этой ОАЖ-группы, там где серий возникнет, образуется радикал. А серий переходит 4-полетного в 3-полетное состояние. Вот. Но что вот интересно, что мы заметили? Сначала мы думали, что это как классическая прививка декстраловая молекула. Это же тоже линейный пример, да? Ну, конечно, он глубок, но... То есть, в принципе, мы думали, что так вот при... Когда мы перемешиваем прививки, молекула будет утяжеляться, вот эта центральная, и будет разворачиваться. Нет. То есть, получается, что декстрал соплияет информацию глубка. То есть, очевидно, серий проникает внутрь молекулы, и когда вот есть адекал и анадекал внутри молекулы, происходит шивка. И фактически мы прививаем на клубок. Поэтому мы говорим о звездообразном полилене. После этого, когда вот у нас уже развивались адекалы, мы вводим акриламид или полиинзоприктил, акриламид, и проходит синтез при комнатной температуры. Это ясно. А ты себе сказали, что вам необходимо регулировать расстояние? Да. А это расчеты... Смотрите, мы знаем, если мы знаем, например, молекулярную массу декстрала, да? Вот. Мы считаем, сколько там есть ОНГУ. Можем посчитать. Поэтому мы в модном соглашении вводим вот этот инициатор. То есть, мы считаем, что один ион серия, он может образовать комплекс с одной ОНГУ. И вот таким методом мы можем вот рассчитать. Да, это правильно. Но вы же не можете регулировать расстояние между ОНГУ, функциональной группой, которая не входит? Нет. Мы берем декстраны равной молекулярной массы. У нас есть декстраны 6 тысяч, маленький шарик. Есть декстраны 70 тысяч, большой шарик. Есть декстраны 20 тысяч. Если мы будем вводить тоже количество целей, декстраны 6 тысяч, декстраны 20 тысяч, декстраны 70 тысяч, расстояние между кириками разное. Еще как меня интересует, фактически вы показали, что, спектр показали, что вот на нос, тут структы, разные величины на нос. Да. Сейчас, сейчас. Сейчас. То есть как вы узнали, что там либообразная привыка там это, да? Вот это? Ну прошу меня, это я понял. Нет. Следующее? Нет. Обратно заплетите. Ага. Нет, нет, нет. Это? Да, обратно. Вперед? Сюда? Еще дальше. Сюда? Вот это? Еще чуть-чуть. Это? Дальше. 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 А вот это. Ага. Вот. Фактически вы показали, что это зависит от глубины, в смысле, нанос, части, они садятся же. Значит, видите, система такая. У нас есть полимер Книпан, да? Это, как бы, лавы, такие вот эти говны. Это не совсем ниже, ну то есть это звезды, скажем, лавы, да? Мы вводим прикурсор. Это, то есть, клаурат золота. Вот. Клаурат. Правильно. То есть, да. И потом вводим восстановитель. Получается, что у нас наночастицы. У нас, сначала, золото, оно, как бы, распределяется и внутри молекулы, вот, может быть, между молекулами плавать. Когда мы вводим восстановитель, у нас начинается процесс нутриации, у нас начинает расти наночастицы. Наночастицы, если они за себе глубиня мокромолекулы, внутри, будет там расти наночастицы. Если где-то, может, это вот нанолыжность каких-то глупок, это, как бы, между двумя мокромолекулами будет расти наночастицы. Но, в принципе, мы же проводили исследование. То есть, размер все равно будет 10-20 тонн. 10-20. Да. Так, вот как лекарственный препарат, когда выкинули 4, все? Какой размер? Какой размер? И размер, и распределяемый. Для фотодинамической терапии, вот тут, золото, это не лекарство. Золото, оно, как бы, помогает усиливать вот этот синтетный кислород. Тут все равно синтетного кислорода. То есть, там все равно, где оно сидит. Ага. Нам понадобится, чтобы он не менялся при температуре. Нет. Мы говорим за интересный доклад. Это очень актуальная тема. Очень хороший доклад у вас. Добрый день. Большое. Спасибо вам большое. У меня такой вопрос. Вы правы, что нано-бом сейчас существует и продолжается существовать. Но вот этот нано-эффект не всегда положительный. Не всегда положительный. Конечно. И последние годы вот токсикологические свойства нано-композитов, это совсем актуальный вопрос. Вот без всего вот до введения вот этот сам композит изучали ли вы как токсикологические свойства на организм? Конечно. Это первый вопрос. И второй. Можно ли вот поменять вот полимерную матрицу на на другой какой-то полиалифи или какой-то нервный полимерную матрицу или именно нужно работать с вам с этим? Значит, по поводу токсичности. Конечно, сейчас есть даже наука уже нано-токсикология, да, как называется. Перед тем, как проводить любые эксперименты, мы работаем биологами. И вот когда вы за ним проверили на токсичность наш просто полимер абсолютно не токсичный для клеток, и на клетках они проверяли нано-композит. Выбыл только полимер и нано-частицы, золото и серебра. И значит, вот тут интересная особенность, что если, например, вот нано-частицы и золото и серебра, они меньше 5 нанометров, то есть там 3, 1 или совсем маленькие. Вот это токсично. Если размер 5 лучше всего 10-20, вот этот уже размер не токсичный. То есть мы это проверяли. Единственное, что вопрос в том, что это сделано для раковых препаратов. Это же тот случай, когда уже особого выбора нет. То есть и репан, и репропав. То есть лучше убить вот это пришолье зло, а потом уже как бы... Ну, хоть следствует немножко продлить выжить. Вот. А второй вопрос? А второй можно ли как-то и электрическую матрицу, или полиэтиленфильные, или что-то? Вообще, в эпиденатуре больше всего используется вот сейчас что? Полиэтиленфилькория. Самый популярный. Да. Мы взяли вот эту матрицу, потому что у нас экстрал, и полиэтиленфиль, и полиэтиленфиль, это тоже как бы сейчас пишите. Ну, здесь био, потому что тоже линзы. Вот. Конечно, теоретически можно пробовать всё, но насколько будет макрофагом восприниматься какая-то такая молекова, это надо, это всё это в том. Но теоретически, если это водорастворимое и биосумвестимое, пробовать не лучше. Да. Спасибо. Ещё вопросы? Да, спасибо. Можете ещё? Да. Да. Ну, у Вас, получается, в разной дальнейшем. Да. И они служат как на носителе для лекарственной личности. Да. И ещё один связанный тоже есть у Вас, или только вот как на носителе служат? Нет. Мы только как на носителе. На носителе. На носителе. Тогда, получается, что у Вас как хозяин и гос. Да. В принципе. Да. И насколько это убедит в себе лекарственную число, чтобы по дороге не… Я поняла. Ну, значит, по поводу выпускания, это тоже вопрос, который дискутирует сейчас геолог. Ну, то, что я могу сказать на данный момент, что вот когда мы готовим вот этот нано-композит, вот когда вот там есть и е-хлорин, и нано-частица долота, да, то есть мы точно знаем… То есть можно так… Это въехали на наличие… Да. В полимере оно ещё вокруг полимера плавает, да. То есть в нашем случае этого нет, потому что мы вводим уже оптимальный дозный препарат. Значит, изначально мы шли таким путём. Мы прибавляли в полимеру разное количество е-хлорина. Ну, в полимер, который стал на части сезона. Разное количество е-хлорина. Потом мы сентрифугировали это и смотрели всё перед локантией. Есть ли е-хлорин? И вот прибавляли только тот композит, в котором мы уже точно знаем, что весь е-хлорин, он нашёл там вверх, но его нет. Вот как оно всё получается, это вопрос биологи на это вопрос. Дети или нет? Вашу тут освобождение. Изучали воздействие у градуса на овощи? Нет. Да? Попробуйте. Можете подвесить у градуса? Ну, тут понятно. Тут е-хлорин не только в том, чтобы вот в этом случае на сектрину, это не эффект освобождения. Тут делается в том, что вот биомер-хлорин… Освобождение в нужный момент. Если дойдёт, то… Уходит какое-то воздействие и раскроется… Я поняла. Но с цислотином это другой вариант, потому что цислотин гидрофильный и в полимерно страдает гидрофильный. То есть тут не может освобождение. Тут только то, что макрофаг – агрессивная клетка, которая может съесть большой объект. И вот этот большой объект не с цислотином. А вот это, что вы просто задаёте, это очень хороший вопрос. Это же для другой серии полимеров, там гипотехан. Там есть конструкционный перецок. Это для других полимеров, которых мы только синтезируем. Кипам, который – конструкционный переход. Когда он гидрофильного переходит на гидрофобный, вот если мы сейчас работаем, мы туда вводим доксорубицин. Доксорубицин – это очень плохо растворим в воде. Доксорубицин, но гидрофильный, он растворил в воде. Но он, когда мы будем переходить в 37 градусах, молекулы становятся гидрофобным, и нам будет пытаться освободиться от гидрофильного компонента. Вот этот ответ… Но мы только… Полимеры с молекулой массы 2 миллиона, полтора миллиона, и она сваляется хорошо в воде. Нет, но у меня есть полимеры разные. У меня есть полимеры… Полимеры… Тестрал на поликиламид, они до… 2 миллиона. А нехорошо, рассказывайте. Вот этот гипотехан, он немножко меньше, где-то 600 тысяч. Нехорошо, рассказывайте. Он не хочет истинуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова